Прием вам заявление на выпуск кампусных карт и, соответственно, самой выдачи карт. Коротко расскажу, что из себя вообще представляют карты, потому что многие из вас не знают, какой у них есть функционал и что с помощью этой карты вы можете делать и дополнительно получить. У нас сейчас век современных технологий, ваш университет в этом не отстает. Уже успели заметить, что у вас установлена пропускная система, так называемый СКУД. Для вашей безопасности в ВУЗ об этом беспокоится, чтобы никаких лишних посторонних лиц на территории ВУЗа не было. Помимо этого, многие организации переходят на дистанционные каналы обслуживания, в том числе и с помощью банковских карт. Мы выпускаем банковские карты с функцией пропуска. Расскажу, что она из себя представляет и какие она дает вам преимущества. Мы вам раздали каждому информацию по карте, где кратко все ее основные условия указаны. Помимо этого, здесь указан мой контактный телефон. Если у вас возникают какие-то проблемы с банковской картой, вы не можете ее получить, потеряли, что-то у вас заблокировалось, возможно. Чтобы не звонить на горячую линию, потому что все знают, что горячая линия – это долго, чтобы дождаться своей очереди. Можно оперативно позвонить нам на телефон, и мы постараемся дистанционно решить все ваши проблемы. Не всегда возникает возможность взять телефон здесь и сейчас. По телефону подключен WhatsApp, поэтому, пожалуйста, пишите. Мы при получении сообщения вашу проблему решим и вам дадим ответ. Начнем с банковской карты. Вы успели заметить, кто-то уже ее получил, смотрю, из ребят, знакомые лица. Карта имеет две платежные системы – это МИР, и вторая платежная система – это Маэстро. Платежная система МИР – это наша национальная платежная система, действует на территории Российской Федерации только. Вторая платежная система – это Маэстро. Она вам позволяет при выезде за границей также пользоваться этой картой, снимать денежные средства в тех банкоматах, которые поддерживают данную платежную систему. На банкоматах всегда есть маркировка, какие карты она принимает. Выпускаются для вас карты и обслуживаются бесплатно. Перевыпуски карты тоже производятся бесплатно. Мы выпускаем до четырех вам дополнительных карт в случае, если вы свою карту утеряли, либо, возможно, она там поломалась, произошел какой-то ее дефект. Все это можно выпустить бесплатно, выпустив просто дополнительную карту. Сейчас по картам подключена новая услуга – пуш-уведомления. Такие уведомления, они идут бесплатные и приходят не как смс-оповещение, как это было раньше, а как всплывающее окно вверху уведомления у вашего телефона. Такое смс-уведомление пуш подключается в мобильном приложении, которое вы скачиваете, и осуществляется совершенно бесплатно. Помимо этого, банковская карта, помимо пропуска, имеет ряд других функций. Первая – это самая основная, в том числе и главная – это возможность получать стипендию на данные карты. Стипендии зачисляются в день получения реестра от вас, то есть выплата стипендии от Газпромбанка не задерживается. В какой день вы получили реестр, в тот день вам денежные средства на карты зачислили, и они у вас уже доступны к снятию. Снимать с наших карт вы можете в любом банкомате Газпромбанка, их достаточно большой перечень на территории нашего города и края в том числе, и в банкоматах корпоративной сети. Корпоративная сеть – это наши банки-партнеры, в которых вы можете снимать денежные средства без какой-либо комиссии. Назову основные, которые представлены у нас в Приморском крае. Это Почтобанк, ВТБ, Альфа, Ройлкредитбанк, МТС, Промсвязьбанк. В этих банкоматах вы можете беспрепятственно снимать денежные средства, комиссия у вас взыматься не будет. На сайте Газпромбанка есть полный перечень. Если вы куда-то выезжаете по России, можно также посмотреть в том городе, где вы будете находиться, какие есть банкоматы. Банкоматы – банки региональные. В них также можно будет снимать денежные средства бесплатно, сэкономив свои денежные средства. Помимо этого, на территории ВУЗа установлен наш банкомат, внизу на первом этаже, возле читального зала. Поэтому можно будет, в том числе, денежные средства снимать, не ходя слишком далеко. Карты имеют функцию Wi-Fi. Вы можете совершать оплату в магазинах, сервисных точках. Карту можно использовать в качестве транспортной карты для оплаты проезда в автобусах, в трамваях, на фуникулере в том числе. Насколько многие, наверное, уже видели, сейчас принято регламент, по которому при оплате проезда банковской картой МИР, у вас осуществляется скидка. Если это автобус, это 23 рубля, то есть оплачивая, в том числе и наши карты, вы получаете скидку на оплату проезда. Помимо этого, картой вы пользуетесь для прохода здания. Помимо этого, у вас будет устанавливаться в дальнейшем электронный документ оборот, по которому банковская карта будет служить вам и читательским билетом, и студенческим билетом, электронной зачетной книжкой. Это многофункциональная карта, которая заменит все документы, которые у вас на текущий момент есть на руках. Облегчит вам жизнь, обезопасит ваши данные, потому что карта имеет тройную 3D-систему защиты, в том числе и на платежи в интернете. Поэтому все ваши данные будут в безопасности. Банк у нас об этом очень хорошо заботится. Если у вас, возможно, какие-то возникают вопросы, что-то непонятно, что-то не знаете, задавайте. Все знают, да? Есть те, кто получил уже карту, да, наши здесь? А те, кто еще не получил, можете руки поднять, посмотреть примерные на штабы? Один, да? Сомнительно на самом деле. Ребята, задавайте вопросы, если что-то непонятно по картам, да? Куда можно обратиться, куда пойти? Мы для этого здесь и находимся, да? Я оформлю карту, но меня неправильно записали одну цифру номера. Я не могу активировать. Да, неправильно записана цифра номера чего? Телефона. Телефона. Вот контактные данные мы вам дали. Позвоните мне, пожалуйста, мы вам подправим смс-оповещение, и оно у вас подключится. А ничего страшного, что время уже подключено? Там 200 или 2? Нет, мы просто перепривязываем номер, ничего страшного. Если кто-то же меняет телефонные номера, да, и перепривязывает карту, поэтому все это можно сделать. У вас установлен банкомат, в нем тоже есть ряд функций, которые вы можете делать самостоятельно, без обращения в банк. Сюда входит смена пин-кода. Если вам неудобен пин-код на карте, да, вы можете его поменять, но любой удобный для вас. Вы можете тут же поменять номер телефона, по которому привязаны смс-оповещения через функцию подключения услуг, смена номера телефона. Вы можете осуществлять переводы с карты на карту, с Газпромбанка на Газпромбанк, да, либо на любой другой банк, вводя только номер карты. Вот, поэтому тоже это можно делать, если не знаете, как сделать, добрый день, опасайтесь, можете нам позвонить, мы там в онлайн-режиме, да, пошагово скажем, куда-то кнопку нажать, чтобы сменить тот же самый, например, номер телефона. Помимо этого, у нас есть приложение, некоторые из вас уже его скачали, как я сказала, там подключаются куш-уведомления, и можно проводить тоже различные функции. Приложение полностью многофункциональное, можно делать переводы с карты на карту, мгновенные, да, можно переводить по реквизитам, можно оплачивать какие-то свои счета, оплату у вуза, в том числе можно оплачивать телефон, да, для тех, кто постарше, открывать вклады, да, все это в онлайн-режиме можно делать. Еще, если есть вопросы, ребята? Да, можно вопросы? Вот вы говорите, что у нас идет бесплатная обслуживание карты, почему у ребят, не у всех, но снимаются по 59 рублей? У кого-то по 59 рублей, у кого-то, да, мы знаем, нам направляли эти списки, мы сделали возврат, это не за обслуживание карты, это за смс-уведомления. Многие, некоторые студенты, да, получали карты еще в прошлом году, в 18-м, кто-то даже в 17-м, по тем картам, по тем условиям стояла платная смс-уповещение. У многих оно списывалось уже в течение года, да, и как-то никого это не волновало. Вот, сейчас мы это поменяли, сейчас мы вам предложили пуш-уведомления, вы делаете настройку в приложении, и приходят те же самые удовлетения, точно так же по каждой любой операции, но бесплатно. Вот, по тем, к кому неправоверность списалась, мы провели возвраты, вы можете это отследить по выпуске по счету, 28-м февраля, деньги, 28-м и 27-м февраля возвраты произошли, всех мы проверили, всем обратно, вот у меня в группе у ребят 3 марта снимались, где-нибудь опять, тоже по 59-м. У нас, ну, это смс-уповещение, все правильно, нужно поменять на пуш-уведомления, у нас здесь находились сотрудники, после того первого списания, да, три дня, которые специально приехали для того, чтобы помочь настроить пуш-уведомления, да, подошли буквально единицы, вот, поэтому у всех осталось все как было, то есть пока вы не смените на пуш-уведомления, да, будет смс-писываться, поэтому пусть позвонят, поможем все сделать, чтобы лишних трат никого не было. Еще вопросы, если есть, задавайте. А у Вас тут написано, то, что использование карт, карты читательского билета, это уже введено, или это только будет? Это будет вводиться в читательский билет, сначала установится система специальной библиотеки, да, которая позволит считывать Ваши банковские карты, да, и уже Вас идентифицировать как студента. Пока только запустили пропускную систему, да, сейчас она активно используется, в дальнейшем будут там модернизироваться все остальные пункты. Еще вопросы. Расскажите, пожалуйста, пошагово порядок при утере карт. Кому звонить, когда, что надо делать, деактивировать карты, блокировать, звонить, писать, в течение какого времени ее восстановить, что нужно делать, пока ее нет. Хорошо, смотрите, при утрате карты, либо Вы ее потеряли, либо, возможно, украли, она у Вас поломалась, то есть карта не работает. Какие Ваши действия? Мы здесь у Вас находимся по четвергам, с 10 до 2 на первом этаже, в читательном зале, Вы можете подойти к нам в это время, если мы там, либо осуществить это самостоятельно. Самое главное, во-первых, Вам блокировать карту. Если Вы получаете стипендию на эту карту, либо даже если не получаете карту, нужно обязательно блокировать. Был кто-то из Вас из студентов, спрашивал, зачем мне блокировать карту, если на ней нет денег. Обязательно это нужно делать, потому что те, кто Вашу карту найдет, может использовать ее в качестве мошеннических действий. Поэтому обязательно, пусть она даже с нулем, в первую очередь карту блокируем. Блокируем карту путем, либо позвонив мне, либо позвонив на телефон горячей линии, который в интернете, в открытом доступе у Вас есть. Вы называете Ваши паспортные данные, данные у Вас спросят фамилиями отчества, возможно, спросят, какую последнюю операцию делали, если Вы какие-то там денежные средства на нее получаете, и карту Вам заблокируют. Для того, чтобы выпустить новую карту, Вам нужно обратиться к нам, либо опять-таки, в часы нахождения нас здесь у Вас на территории, либо в офис банка. Подходит с паспортом, говорит, что Вы студент Дальфтуза, и Вам необходимо перевыпустить карту. Карту Вам перевыпускают, либо выпускают дополнительную карту к этому же Вашему действующему счету, и Вы также ей беспрепятственно пользуетесь. Перевыпускаются карты в среднем по сроку 3-4 рабочих дня. Карты мы печатаем здесь, но учитывая тот факт, что это кампусная карта, к ней подгружается еще фотография. Да, карта печатается чуть-чуть дольше, порядка 4 дней. Если у Вас на карте есть стипендия, Вам нужно ее срочно снимать. Пока карта выпускается, Вам в офисе банка выдают моментальную, неименную карту, которая привязана уже к Вашему счету. Она начинает действовать в этот же день, как Вы ее получили, да, и Вы спокойно распоряжаетесь своими денежными средствами, ожидая, пока пройдет Ваша основная карта. Моментальная карта не является кампусной, она не действует на проход в университет, она Вам служит только средством платежа, да, и снятия денежных средств. Вот, то есть такая альтернатива, да, которой Вы можете пользоваться, пока Ваша основная карта находится на перевыпуске. Еще, ребята, вопросы задавайте. Давайте тогда продолжу, расскажу, что сделать, если Вы хотите закрыть карту, да, Вы, например, какое-то время перестанете быть студентами ВУЗа, да, и что вообще сделать с этой картой. Даже если Вы перестали уже быть студентами ВУЗа, карта сама по себе не аннулируется, счет не аннулируется, она продолжает действовать до того момента, пока не исчет срок действия карты, который указан на ней. для того, чтобы Вам закрыть карту, закрыть счет, Вам нужно будет обратиться в офис банка с паспортом, да, сдать эту банковскую карту в банк, так как она является собственностью банка, и написать заявление на закрытие карты. Карта Ваша закроется, денежные средства, которые на ней были, какие-то остатки, они Вам выплачиваются, да, только тогда карта перестанет действовать. Да, если Вы ее просто разрежете и выбросите, да, счет останется действовать, и, ну, он не аннулируется, чтобы Вы просто имели это в виду. Еще вопросы? Все все знают. Отлично. Добавлю тогда, для тех, у кого еще нет банковских карт, да, в четверг с 10 до 2 подходите на оформление, потому что, насколько я знаю, с апреля месяца всех будут запускать только по кампусным картам. Для оформления карты мы сейчас упростили эту систему, чтобы Вам нести, не заполнять заявление, Вы просто подходите с копией паспорта Вашей основной страницы, и прописки, мы указываем Ваш контактный телефон и выпускаем Вам кампусную карту. При получении карты Вы подписываете уже заявление, о том, что Вы эту карту открыли, и карту забираете наружу, да, чтобы ускорить процесс, чтобы не было длительного ожидания. Если нет вопросов, будем тогда заканчивать. Или еще есть вопросы у кого-то? Ребята, есть вопросы? Давайте я прокомментирую, со стороны университетов. Причем Вас. Добрый день. Меня зовут Павел Пастухов, я проректор по стратегии информатизации в нашем университете. По поводу электронного кампуса, который вот про это сегодня говорим, да, все-таки представители банка, они предоставляют нам карты в качестве наших партнеров. Что такое электронный кампус? По сути, электронный кампус – это система автоматизации и упрощения Ваших действий при выполнении ряда процедур с оказанием сервисов и услуг университетам. Ну, например, сегодня уже кто-то сказал про замену читательского билета. Как сегодня происходит элементарно получение книжки Вами в университете? То есть Вы приходите с бумажным удостоверением, женщина получает Ваше удостоверение, берет каталог, идет, берет книжку, соответственно, Вы записываете это очень долго в бумажку, если там остается место, где еще записывать, да, на этой квиточке, да, про книжку. Соответственно, Вы потом приносите книжку, сдаете, они берут еще долго в картотеке бумажку этой книжки, записывают долго, то есть порядок времени оформления, ну, примерно минут 15 суммарно, да. Как происходит это с электронными кампусными картами? Вы берете книжку, то есть Вы заранее заходите в электронный каталог, указываете книжку, и в момент получения этой книжки книжка уже находится в стойке выдачи, то есть Вам ее уже выдают, потому что заранее по Вашему идентификатору поступил запрос на ее, на ее истребование Вами. Когда Вы приходите сдавать книжку, Вы кладете просто эту книжку на стол, на столе стоит специальный аппарат, сканер, который считывает Вашу карточку и который считывает книжку, автоматически заносит в систему информацию о том, что конкретно этот человек, студент или там работник сдал такую-то книжку, которая была им взята для прочтения такого-то, такого-то числа. То есть человеческий фактор, я имею в виду рутину с записью, с поиском бумаги, мы убираем, таким образом Вы не стоите в очередях, Вы не записываете, не вспоминаете данные, Вы просто, при Вас должна быть условно эта карточка. Второй момент, это контроль пропуска. То есть то, что в принципе мы первым сейчас ввели, в связи с изменением законодательства у нас, все университеты Российской Федерации обязаны сейчас внедрять подобные системы пропускные, поэтому мы здесь ничего нового не придумываем. Точно так же, то есть по старинке, у кого нет автоматизированных систем, я имею в виду, другие университеты обязаны записывать всех гостей, работников и студентов в журналы, что достаточно очень долго, изнурительно, создает очереди ненужные и так далее. Либо альтернативное решение, те университеты, у которых есть кампусные карты, они внедряют автоматизацию, ставят под турникеты, которые считывают как раз таки эти карточки. Вот собственно, мы на сегодняшний день такую систему внедрили, но тем не менее, как Вы знаете, у тех, у кого по каким-то причинам еще нет карточек или почему-то нет карточек, они могут приходить в университет, предоставляя свое удостоверение действующего студента и записываться в журнал. То есть в этом плане мы предоставляем право на выбор сегодня, возможность заходить по-разному. Здесь опять же, каждый выбирает для себя сам, кому как удобнее, кому-то удобно действительно там лишний раз потренироваться в рукописи, записать, значит, пройти по записи, кому-то удобно иметь при себе карточку. В перспективе мы также планируем расширение кампусных сервисов, среди которых можно отметить идентификацию в онлайн-сервисах университета. То есть в этом году мы полностью обновляем сайт, он будет современный, он будет с личным кабинетом пользователей, то есть и студентов, и преподавателей, в которые вы сможете заходить, проверять свою успеваемость, проверять какие-то актуальные информации получать и так далее. То есть полностью работать с онлайн-сервисами, запрашивать какие-то материалы, справки и так далее, за которыми вы сегодня ходите вручную в материальный отдел, в юридический там, возможно, отдел, к себе на кафедре. Все это можно делать с запросами в любой точке земного шара условно.